Добрый вечер, я Ильдень. Я в первую очередь хочу поговорить организаторов и спонсоров за возможность принять участие в этой замечательной конференции. И, как вы уже отметили, мне бы очень хотелось поговорить о выборе оптимального лечения для пациенток с метастатическим раком в груди, и гормон рецептор положительный и R2 отрицательный. Мы знаем, и, в общем, как бы я не открою ничего нового, сообщив, что, к сожалению, в настоящее время рак молочной железы продолжает быть наиболее частым злокачественным заболеванием, диагностированным у женщин. К счастью, благодаря маммографии большинство пациентов диагностируются в ранней стадии болезни. Но, к сожалению, несмотря на все наиболее современные методы НЛ или аджевантной терапии, 25-30% пациентов диагностируются с ранней формой груди и всё же разобьют в процессе метастатический рак. И от 3 до 20% пациентов диагностируются с метастатическим раком в момент презентации. Наиболее частой формой рака молочной железы является гормон-рецептор положительная и R2 отрицательная форма, которая составляет практически 75% всех злокачественных опухолей молочной железы. И вопрос, который бы мне хотелось сегодня обсудить и поделиться своими впечатлениями и мыслями, это каково же всё-таки оптимальная первая линия лечения для тех пациентов, у которых возникают метастатический гормон-рецептор положительный и R2 отрицательный рак молочной железы. Всем известная и общепринятая рекомендация, что эндокрин-гормональная терапия является предпочтительной опцией лечения большинства пациенток с метастатическим гормон-рецептор положительным и R2 отрицательным раком молочной железы. Исключение составляет те немногочисленные случаи, когда пациентка демонстрирует развитие висцерального кризиса. Что же такое висцеральный кризис? Как правило, это состояние жизнеугрожающее, которое проявляется симптомами нарастающего недостаточности вовлечённых органов. Это может быть дыхательная недостаточность или выраженное нарушение функции и печени. С моей точки зрения, это довольно обтекаемое такое определение, и каждый из нас должен с осторожностью его интерпретировать. Мне кажется, что в данной ситуации, в общем, как бы не наличие симптомов, а скорее скорость их нарастания определяет тактику выбора лечения. И рекомендация о выборе гормонального лечения, в общем, базируется на результатах многочисленных клинических исследований, в которых сравнивалась эффективность химиотерапии и гормонального лечения. И как вы видите по этим графикам, очевидно, что химиотерапия, безусловно, даёт более высокий респонс, частоту ответа. Кроме того, этот ответ достигается в значительно более короткие сроки, которые составляют 6-8 недель по сравнению с 12-14 недельми с гормональным лечением. Однако, если мы посмотрим, в принципе, на результат, влияет ли этот повышенный респонс рейтно значительно на улучшение общей продолжительности жизни, к сожалению, мы этого не видим. Базисными препаратами, которые мы использовали до недавнего времени в лечении метастатической болезни, это были главным образом ингибитор ароматаз, который, к сожалению, в общем, с этой формой лечения мы достигали порядка 25-30% респонс рейт. И при этом продолжительность до прогрессирования была тоже относительно короткая. И было очевидно, что это лечение требует улучшения. И такой способ был найден. Новая группа препаратов, которая носит название ингибиторы циклиновых киназ-4 и 6, продемонстрировали выраженную эффективность комбинации с гормональным лечением. Я представлю только несколько из этих клинических исследований. Первый, на котором я хотела бы остановиться, называется Монолиза-2. В этом клиническом исследовании фаза-3 постминопаузальные женщины с метастатическим раком молочной железы, которые не получили никакого предварительного лечения для метастатической болезни, были разделены на две группы и получили, соответственно, гормональное лечение с или без дополнения рибоциклина. И в результате произошло все наши ожидания. С моей точки зрения, очень важным фактом было то, что первичный ответ, то есть первичный ответ на терапию был продемонстрирован в течение 8 недель, что, в общем, в принципе, учитывая наши ожидания 12-16 дней на гормональное лечение, в значительной степени улучшил вероятность того, что даже пациентки с вицеральной болезнью в очень короткий период времени достигнут ответа, их состояние улучшится. Причем, если мы посмотрим на все подгруппы пациентов, которые были включены в это клиническое исследование, то, в принципе, результат достигнутый был одинаков для всех подгрупп, определенных в этом исследовании. Еще одно клиническое исследование называется Монарк-3. Очень похожий дизайн, очень похожая подгруппа пациентов, но в этой ситуации ингибиторы Ароматаз были даны в сочетании с другим ингибитором циклин-зависимых Кеназ-4,6, Адемоциклин. И что хочется отметить, опять мы видим, что кривые расходятся довольно быстро, что говорит о том, что первичный ответ вновь был продемонстрирован в очень короткие строки, которые составляли 8 недель. И вновь, как и в предыдущем исследовании, все подгруппы пациентов, вне зависимости от наличия висцеральных или только костных метастазов, вновь диагностированная болезнь или болезнь, возникшая по окончании гормонального лечения, все пациентки продемонстрируют значительное улучшение и удлинение интервала до прогрессирования болезни. Более того, как я говорила, у очень многих онкологов до недавнего времени, я уверена, в ситуациях, когда пациентка была диагностирована с метастазической болезнью и висцеральными метастазами, по-прежнему было желание дать химиотерапию, чтобы достичь максимального эффекта. Но, как мы можем увидеть, и пациентки с висцеральными метастазами, в частности, метастазами, увлекающей печень, в принципе, продемонстрировали очень быстрый клинический ответ и значительное улучшение времени до прогрессирования по сравнению с группой пациентов, которые получили только гормональное лечение. То есть комбинация ингибиторов циклинозависимых кина с гормональным лечением в принципе, в значительной степени улучшает прогноз лечения этих пациентов. Ещё один очень интересное исследование, это называется Монарк-2, в котором обемоциклип уже был дан в комбинации с другим гормональным препаратом, который называется пульвестран. И эта группа пациентов изначально была группа пациентов с худшим прогнозом. Почему? Потому что большая часть этих пациентов, вы видите, более 70% были пациентки, которые спрогрессировали на гормональном лечении. То есть это подгруппа, которая называется гормонорезистентная. И кроме того, более 50% пациентов в этой группе были диагностированы с фицеральными метастазами. И опять мы можем видеть, что несмотря на то, что это была группа пациентов с более высоким риском прогрессирования, комбинация адемоциклиба с пульвестраном безусловно улучшила результат гормонального лечения со значительным снижением риска прогрессирования пациентов даже с фицеральными метастазами. А кроме того, с моей точки зрения, очень важный фактор оценки эффективности лечения. Мы всегда спрашиваем, а что будет после того, как болезнь прогрессирует на выбранном лечении. Так вот по этому графику мы можем увидеть, что те пациентки, которые получили адемоциклиб комбинации с пульвестраном и прогрессировали, по-прежнему их прогноз оставался лучше. И в то время, когда они достигали стадии необходимости назначения химиотерапии, этот период был значительно более долгий по сравнению с теми пациентами, которые получили гормональное лечение. На этом графике мы можем видеть заключительные результаты, демонстрирующие клинический ответ, респонсори пациенток, получивших комбинацию гормонального лечения с ингибиторами CDK4-6. И теперь мы можем с уверенностью сказать, что при свой вопрос химиотерапии, как начальной или первой линии лечения пациенток с гормонорецептором положительным рто-отрицательным раком груди, этот вопрос в принципе должен быть закрыт, потому что с одной стороны мы получили альтернативное лечение практически с более высоким клиническим ответом, с тем же периодом достижения первичного клинического ответа и безусловно со значительно меньшим и предпочтительным профилем побочных эффектов. То есть мы повышаем эффективность лечения, снижаем его токсичность и таким образом достигаем значительно более качественного лечения, качества жизни наших пациенток. Теперь давайте немного вернемся к истории и посмотрим. Три клинических исследования, все клинические исследования очень похожего дизайна, исследовали эффективность сочетаний комбинаций ингибиторов CDK4 и 6 с ингибиторами Ароматаз. И все независимо друг от друга продемонстрировали значительное удлинение периода до прогрессирования болезни. Давайте посмотрим на другие исследования. Те же самые ингибиторы CDK4 и 6 киназ в сочетании с фульвестраном для группы пациенток с значительно худшим прогнозом, потому что в этих исследованиях приняли участие пациентки с гормонорезистентными болезнями, продемонстрировали улучшение общей продолжительности жизни, overall survival. И тут возникает клиническая дилемма и, с моей точки зрения, довольно логический вопрос. Существует ли оптимальная комбинация CDK4 и 6 ингибиторов и следует ли их комбинировать с ингибиторами Ароматаз или с фульвестраном? И последующий вопрос. Если после прогрессирования в комбинации с фульвестраном мы достигаем улучшения общей продолжительности жизни, улучшения overall survival, неужели есть ли необходимость всем пациентам с диагнозом метастатического рака молочной железы амонорезистентом положительного рта негативного, давать CDK4 и 6 ингибиторы как первую линию лечения? Давайте вместе подумаем и решим. Довольно интересное клиническое исследование, которое называется Persephone trial, в принципе, исследовала, сравнивала эффективность комбинации пальбоциклиба с фульвестраном или с ароматазингибитором литрозолом. Первичной оценкой должно было быть время до прогрессирования, вторичными – общая продолжительность жизни и клинический ответ. И как вы можете видеть по этим графикам, никакой разницы между этими двумя комбинациями не наблюдалось ни в одном из параметров оценки эффективности. Время до прогрессирования болезни было идентично между двумя подгруппами. Overall response rate, то есть качество и количество клинического ответа, было практически идентично. И clinical benefit response, то есть общий клинический ответ, тоже был идентичен между двумя комбинациями. Таким образом, мы получили ответ, что нет никакой разницы, с каким из видов гормонального лечения мы комбинируем ингибиторы CDK4 и 6. Теперь давайте посмотрим и обсудим результаты апдеки кризавокс. Последние результаты, которые мы получили из нескольких клинических исследований, первое, которое мне хотелось бы обсудить, это клиническое исследование, называющееся монолиза 7. Что было необычного в этом исследовании, что в принципе было принято решение, что только пре- или переменопаузальные пациентки с диагнозом метастатического рака, которые не получали никакого гормонального лечения до включения в это исследование, будут включены в это клиническое исследование и, соответственно, получат рибоциклип в сочетании с гормональным лечением или гормональное лечение, хоть единичная форма лечения. И как мы можем видеть, в принципе, большинство пациенток были пациентки молодые, в хорошем перформанс-статусе. И результат впервые, нужно сказать, за последние много лет мы увидели, что было достигнуто значительное улучшение oral survival практически с 30% снижением риска смерти от метастатической болезни. И это был один из первых признаков того, что комбинация ингибиторов CDK4 и 6 с гормональным лечением действительно улучшает не только время до прогрессирования, но и общую продолжительность жизни пациенток с метастатической болезнью. Последние результаты были еще более впечатляющие. На встрече ЭСМО, на конгрессе ЭСМО-БРЕСТ мы увидели, что женщины младше и старше 40 лет в двух подгруппах было продемонстрировано значительное улучшение общей продолжительности жизни, которое было и статистически, и клинически значимо. И последнее, что мне хотелось еще обсудить, это результаты клинического исследования, которые были представлены недавно. Рибоцикли продемонстрировал значительное улучшение в общей продолжительности жизни в сочетании с гормональным лечением. И опять-таки это был лет разом. И что самое интересное, с течением времени, чем дольше было наблюдение за этой подгруппой пациенток, разница, то есть absolute benefit, абсолютное преимущество комбинации либо циклиба с ароматальским гибитором становилась все более значительной. То есть через 4 года дельта абсолютная разница составляла чуть меньше 6%, после 5 лет это уже было более 8,5%, а после 6 лет наблюдения это уже было более 12% разницы. И что еще важно, опять-таки, и этот результат повторяется от клинического исследования к клиническому исследованию, пациентки, которые получают гормональное лечение в сочетании с ингибиторами циклинозависимых киназ доходит до стадии назначения химиотерапии значительно позже, чем пациентки, которые не получают ингибиторы CDK4-6 зависимых киназ. И что еще важно, что вне зависимости от того, что период наблюдения был значительно более продолжительным, никаких новых сигналов, а каких-то необычных побочных эффектов обнаружено не было. Мы вновь получили информацию о том, что никакой кумулятивной токсичности использования CDK4-6 ингибиторов не наблюдается. Вновь наиболее частым побочным эффектом была нитропиния, которая развивается практически более чем в 60% случаев. Опять нитропиния значительно отличается от той нитропинии, которую мы видим на фоне химиотерапии, она не сопровождается побочными инфекциями, не сопровождается повышенным риском возникновения каких-либо инфекций. И кроме того, как мы видим, не было никаких выраженных... Сейчас, в период COVID-19, мы все очень внимательно наблюдаем за теми препаратами, при которых повышен риск возникновения интерсоциального повреждения легких. В этой ситуации этого не было, и это очень важно отметить. НССН-Гайдлэнс безоговорочно комбинация антигормонального лечения неважно. Ингибиторы Ароматаз или Фубистрант в сочетании с ингибитором СДК-4 и 6 Кеназ является лечением выбора для большинства пациентов с метастатическим ратом груди армонный рецептор положительным и РТО отрицательным. И можно было бы сказать, что, в принципе, вопрос да или нет, первая линия, может быть закрыт. Очевидно, что большинство пациентов должны получить комбинированное лечение как первую линию. Но думаю, что, в общем, как бы эта закрытость вопроса продлится недолго. И сейчас я вам скажу, почему. Потому что я была, как и все онкологи, рада наконец-то услышать и получить, узнать о результатах клинического исследования, которое называется Монарк-И. Это один из нескольких клинических исследований, проверяющих эффективность СДК-4 и 6 ингибиторов в аджевом сетке. Монарк-И исследовал эффективность комбинации стандартного гормонального лечения и АДМ-циклибов под группой пациентов, которые находятся в повышенном риске рецидива. И результаты были опубликованы, апдейты, что произошло, были опубликованы чуть больше месяца назад. И было продемонстрировано значительное снижение, более 37% снижения риска рецидива инвазивной болезни у пациентов, получивших комбинацию АДМ-циклиба с гормональным лечением. Я очень горда. Мы тоже были частью этого обследования. 10 наших пациентов вошли в клиническое исследование Монарк-И, из которых, к сожалению, только 3 попали в группу АДМ-циклиба. И, в общем, в принципе, основываясь на результатах этого клинического исследования, FDA разрешил, записал комбинацию АДМ-циклиба с эндокринной терапией как новый стандарт of care для пациентов с ранними стадиями гормоноположительного РТО-отрицательного рака груди, который находится в высоком риске рецидива и у которых индекс КЕС 67 выше 20. И я была рада узнать, что Российская Федерация была первым государством, которое разрешило эту комбинацию к использованию в стране назначению для пациентов, которые отвечают всем этим критериям. И я хочу вам сказать большое спасибо за внимание, поскольку мы с вами встречаемся относительно редко, использовать этот момент и поздравить всех вас с наступающим Новым годом и пожелать всем вам здоровья, здоровья и здоровья. Спасибо большое. Спасибо большое, глубоковажаемый профессор. И мы хотим предоставить слово к комментарии другому глубоковажаемый профессор, член-корреспондент Владимир Федорович Семиглазов. Пожалуйста. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Ну, надо сказать, что всегда вот сегодня наше сообщение касается четвертой стадии рака молочной железы, метастатическим раком. И естественно, что когда исследуется новый вид лечения, адюантным лечения сначала оценивается четвертая стадия, и вот Маргарита показала вот это исследование монархия адюантное использование ингибиторов циклинозависимых кинокс. Но надо сказать, что было четыре исследования, и только в монархии результат оказался позитивным, то есть действительно лучший показатель выживаемости. Правда, тут более высокий риск. А вот исследование ПАЛАС ПАЛБАЦИКЛИП приняло по немецкой исследованию на ТОЛЕ, в котором мы участвуем, ну там таких пока отличий нет. Да, и в общем-то как бы удивляться не приходится в следующий слайд. Я не доклад делаю, просто комментарий. Как знал, что вот именно об этом будут говорить. Так вот, только что прошла конференция Сангайн в марте месяца, где вот мы участвуем. И вот что вызывает как бы вопросы. 50% экспертов считают, что вот низкая экспрессия от 1-10 тоже следует относить к гормонозависимым. Половина экспертов, конечно, вызвало удивление. Самое главное, почему это вызвало удивление? Потому что в таких крупных исследованиях эффективности гормонотерапии при вот такой относительно низкой экспрессии в общем-то и не было. Или их было очень мало. И надо сказать, что АСКО и американская коллегия патологов еще в 2010 году выдвинули вот эту концепцию, что вот от 1 до 10 рецепт 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 тоже позитивный. Ну, там низко позитивно, но все-таки. А в 2020 году эта же конференция, и АСКО снова подбили. Ну, и теперь как бы вроде бы и Сангай. Ну, а что тут удивляться, что в четырех исследованиях ингибиторов цепензависимых кеназ, в трех в общем-то результаты негатив. Потому что по-разному определяли разные уровни экспрессии. Вот следующий слайд. И следующий слайд. Вот только что вышла большая нет, не сразу же. Вернитесь к следующему. Как-то да, значит, большое исследование в Баварии, в Германии 60 с лишним тысяч пациентов. 38 тысяч из них оценивали значение экспрессии от 1 до 10 и от 10 и выше. То есть явно позитивные и относительно позитивные. И что оказалось? Следующий слайд. Он же будет и последний. Так оказалось, что при экспрессии от 1 до 10 заболеваний сравнение группы с трижды негативным раком результаты одинаково плохие. Часто рецидив заболевания такое же. И только вот при экспрессии более 10 пациентов зеленой линии. Вот там действительно к чему мы и привыкли и это понимаем. То есть все-таки до сих пор даже до таких высоких уровней существует очень противоречивое отношение к значению вот этого очень простого теста. Я думаю, что это было связано с тем, что многие рекомендовавших ожидали, что появляются препараты преодолевающие резистенты, в частности египет и циклинзависимый киназ, где вот этот признак не сказался. Он сказался. В трех исследованиях пока не получен. Это удивительно, но сейчас проводится несколько исследований неодевантного терапии, гормонотерапии плюс фердонегативных опухолей. Мы, кстати, тоже занимаемся Петром Владимировичем, проводим исследования. Мы начинали и провели еще и раньше исследования. И мне вот это как раз очень важно, что блестящий доклад Маргариты, он в общем так четко явно осветил ситуацию четвертой, стадии, метастатической, но переход автоматом, что все, что доставлен четвертой стадии, будет работать по диванте, это не всегда, потому что есть некоторые и другие признаки, которые определяют. Спасибо. и